А, не, жестковато. А ну-ка здесь. О, хорошо. Мягковато. Ну-ка здесь. А? Не, жестковато. Вот табуретка, а. Вроде проще гораздо и экологически чище, но жестковато. А когда сидишь на одном и том же, сами понимаете, в каком месте долго, это место не дает думать. Это все равно, что ездить на велосипеде без шин. Потому что деревянные колеса. Слушайте, а раньше эти велосипеды были без шин. Просто деревянные колеса. Люди ездили, ездили. А кто же догадался шины туда поставить? Впервые. А? А давайте посмотрим. Когда сын сельского ветеринара Джона Данлопа в очередной раз явился домой в ссадинах, да еще и с разорванными штанами, папа понял, надо что-то делать. Нет, не с сыном, а с велосипедом. Именно велосипед, на котором сорванец гонял с утра до вечера, и был главным источником бедствий. Надо сказать, что в конце 19 века велосипеды разительно и не в лучшую сторону отличались от нынешних. Колесо представляло собой жесткий металлический обруч, который подпрыгивал на каждом камушке, грозя выбить из седла даже опытного наездника. Неужели придется отобрать велосипед у мальчишки? Размышлял Данлоп, возвращаясь из аптеки с бинтами и зеленкой. Как вдруг? Споткнулся опаливочный шланг, который кто-то бросил прямо поперек дорожки. Теперь огромное дырище зияло и на папиных штанах. Ну вот, сначала велосипед, а теперь еще и резиновый шланг. Стоп, да это же идея! Велосипед и шланги минус на минус дают плюс. Так Джону Данлопу пришла в голову мысль обуть велосипед в резину. Он обернул шлангом металлический обруч колеса, закрепив его веревкой, всего в четырех местах. Закачал в шланг воду, а дырку заткнул деревянной пробкой. Едем! Ого! Идея верная! Тряски гораздо меньше даже на булыжной мостовой. Хорошо! От давления из шины выскочила пробка. Тогда Джон решил закачать в шины не воду, а воздух. И снова протестировал велосипед. Придется усовершенствовать конструкцию. Внутрь шланга Джон вставил узкие резиновые трубки, чтобы надувать шланг. И снабдил их клапаном, который впускал воздух внутрь и не выпускал его наружу. А для надежности обмотал колесо бинтом из прорезиненной парусины. Неплохо. Кажется, не сдувается. На этот раз тест-драйв велосипеда закончился без происшествий. Ни минуты немедля Джон Данлап поспешил в патентное бюро. Где и получил соответствующее удостоверение за номером 10607. Могло ли столь удачное изобретение остаться на колесе одного, да ещё и трёхколёсного велосипеда? Конечно, нет. И через два года на стадионе в Белфасте спортсмен Уильям Хьюм, который до этого не добивался особых успехов, выиграл гонки на велосипеде с пневматическими шинами, оставив далеко позади всех своих соперников. Это была безоговорочная победа. И не только спортсмена. Это был триумф и ветеринара Джона Данлапа. Впрочем, свою ветеринарную практику Джон скоро оставил. И основал собственную компанию по производству уже не только велосипедных, но и автомобильных шин. Вот так обычный поливочный шланг круто изменил жизнь сельского ветеринара. Известно же, друзья, что физики иногда, ошибаясь, делают открытия, и вот так же аптекари, ошибаясь, иногда делают открытия. Вообще, фармацевты, когда ошибаются, у них получаются интересные вещи. Например, однажды ребята разрабатывали лекарства, которые стимулируют сердечную деятельность, чтобы сердце кровью наливалось. Они начали испытывать препарат и выяснили, что да, он действует, кровью наливается, но не сердце. И стали продавать эти таблетки. Они очень помогают некоторым мужчинам, чтобы не развалилась семья. Редактор субтитров А.Семкин